На этой неделе в городе организовали массу мероприятий, посвященных Дню Химика. Главным организатором стал промгигант Белшина. На днях специалисты и работники предприятия поучаствовали в спартакеаде и легкоатлетическом забеге. А сегодня во Дворце искусств прошел праздничный концерт. Руководство города и профсоюзы поздравляли и награждали ветеранов труда и заслуженных работников отрасли. Десятки человек получили грамоты и подарки. Качев Игорь Сергеевич, главный технолог, начальник технического управления. Химические предприятия осваивают новые виды продукции и технологии, обеспечивают работой и стабильным доходом тысячи семей. Это весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. Настяжение Белшины широко известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Продукция без преувеличений конкурентно способна и пользуется успехом, благодаря качеству и соответствию мировым стандартам. У отрасли отличный кадровый потенциал, обеспечена преемственность поколений, талантливая молодежь перенимает опыт ветеранов и пополняет трудовые коллективы. Я вспоминаю шину тряпочную ИА-170 и сегодня те шины, которые мы арт-моушен делали, это стартасу, небо и земля. И мне довелось в течение 20 лет работать начальником инженера технического центра. И очень приятно, что все эти шины мы сами разрабатывали, ставили на производство. В Бобруйске в химической промышленности сегодня трудится 10 тысяч человек, 9 из них работники Белшины. Это день, который в Беларуси отмечают 26 мая, праздник не только для самих сотрудников, но и для их семей. Мария Бересневич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.